Друзья, всем привет! С вами Катя. Очередной шопинг-блог. Приятного посмотра. Ну что, Zara заявляет, что это платье. Для меня это экстремальная, конечно, длина. Спущенный рукав широкий и он начинается от талии. Такие длинные рукава на кнопках. Мне очень было тяжело застегивать его. Примерил вот такое платье из сатинов горошек. У него длинные объемные рукава с манжетами, воротник, стойка. На мне размер S. Фасон сядет хорошо на фигуру. Прямоугольник, перевернутый треугольник. На меня оно не село. В талии широко, в бедрах узко. В целом платье неплохой по задумке. Кстати, сзади небольшой разрез с завязками. Материал полиэстер, не гладкий. Хорошо будет смотреться это платье с оверсайз, с пиджаками, грубыми ботинками, косухой. Мини платье в клетку. А силуэт с воротником, стойка. Рукава немного странной длины, не туда, не сюда. Манжеты с валанами. Состав полиэстер. Качество ниже среднего. Такого плана платья я люблю сочетать с более грубой обувью, структурным, фактурным верхом. Лонгслив из мягкой пушистой ткани. При искусственном освещении материал блестит. Понравилось, как на сайте стилизован с аксессуаром этот топ. Он представлен еще в голубом цвете и икрю. Не сказать, что я в восторге от него. Просто топ. Юбка в клетку. Ткань точно такая же, как у платья. Высокая посадка, сборка, прибавляющая объема спереди. На мне размер S. Талия большая, бедра узкие. Также бросается в глаза. Несостыковка принта. И давайте далее пройдемся по залу. На скидках свитер вот такой насыщенного красного цвета, как красовую, реальной ценой. Как никогда популярные трикотажные топы. И вот один из таких зеленого цвета. В районе груди нет никаких углублений, поэтому он даже на модели уже странновато смотрится. доработать и будет отличный топ. Я как-то вам показывала такой же укороченный двусторонний жидет, только черного цвета появился, еще зеленый. А вот чисто такой декоративный аксессуар из натуральной кожи. Это кожаная бандана. Есть еще серая, черная и молочная. И вот эти кеты с контрастным носом в коричневом цвете я вам уже показывала. Зара теперь предлагает их и в черном цвете. Напомню, что он недостаточно удобный и хорошего качества. Давайте заглянем в резерт. Давно я туда не заходила. По одной простой причине нет хорошего ассортимента. В принципе, в этот раз чудо не случилось, но есть некоторые позиции, которые можно присмотреть. Это вот такой костюм из плодного бархата. Смотрится недешево. Домашняя одежда захватила новогоднее настроение. Можно рассмотреть на подарок. Свитер синтетический. Неплохая фактура на это все. А вот и водолазка неплохая. Плотный добротный материал. Стильный цвет за 1700 рублей. Еще такая есть в молочном цвете, на мой взгляд. Интереснее смотрится все же серый меланж. Предел ассортимент аксессуаров. Раньше, как говорится, было лучше. Насчет сумок в резерт. Тут, правда, можно найти достойные варианты за бюджетную стоимость. Кстати, вот эта с треугольной застежкой интересная. И рюкзаки можно рассмотреть. Один из мягкой искусственной кожи, а другой из материала, похожего на мятый пакет. Зайдем в отчиндем. Потихоньку появляется новогодняя тематика. Конечно, на многое без слез не взглянешь, например, на это платье. Ну, хорошо, на Хэллоуин можно было его еще надеть, наверное. Маленькая сумочка для EarPods выглядит лучше этого платья. Шляпы в отчиндем мне нравятся. Только выбирайте из натуральных материалов. Они сразу в разы выглядят лучше, качественнее и стильнее. Вот, например, бежевая из стопроцентной шерсти, а стоят не намного дороже, чем розовая, которая из синтетики. Ура! Я нашла артикул этой цепочки мужской с замком. Кто спрашивал, специально заходила несколько дней подряд в мужской отдел Эчендем. Цепочку по-прежнему рекомендую. Вычиндуем новый оффлайн-дроп свитеров с небольшим количеством шерсти и альпаки. Ну, и небольшие новогодние безделушки для младшеньких племяшек, сестренок. Продолжение следует... Пожалуй, Массимо Дути наша последняя остановка в этом видео. Приглянулась мне вот такая интересная сумка. Кстати, она из шерсти. Не первая необходимость, но как разнообразие в холодный период времени, почему бы и да. И, конечно, примерим утепленные кроссовки вот эти. Ну что, я примерила 37 размер. Он не впритык. Я ношу 38 в основном в Массимо. Удобный мех внутри, не везде. Стелька меховая, но на самом деле это вообще не влияет на теплообмен. Я ношу подобные кроссовки уже два года. Покупала в отырке. Весь секрет в толщине подошвы. Но, конечно, обувь не должна вам сдавливать ноги, нарушая кровообращение. Насчет обуви. На самом деле опыт нарабатывается через практику. И вот когда ты купил зимние сапоги с мехом натуральным, а у тебя при выходе на улицу мгновенно замерзают ноги до ломоты, то до тебя доходит. А оказывается, дело-то в подошве тонкое, а не в названии зимней обуви. По поводу пальто, оно тонкое, не держит форму. Скорее, на теплое начало осени, позднюю весну. Платье-свитер серый – это база с прекрасным составом, приятная к телу. Друзья, по техническим причинам это видео не вышло раньше, а должно было. На это я уже жаловалась своим инстаграм. Там я, кстати, жалуюсь очень редко, зато выдаю довольно полезную информацию. Буду рада подписке. Спасибо, что были со мной. Спасибо за лайки, поддержку. Скоро увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»